Здравствуйте! Меня зовут Лилия Обязова. Вы смотрите новости Кувандыка на телеканале ЮТВ. Каждое воскресенье в 2020 мы рассказываем о событиях и интересных людях Кувандыка. Смотрите сегодня выпуски. Дед Мороз с подарками в комплексном центре социального обслуживания населения в Кувандыке. Пиротехнические изделия и как необходимо их использовать. В Кувандыке появился новогодний ледяной городок. Какую елку предпочитают кувандычане? Начнем выпуск с коротких новостей. В городе Воткинск прошли всероссийские соревнования по тяжелой атлетике. На первую ступень пьедестала поднялся Андрей Ярков, учащийся 9 класса школы номер 2 Кувандыка, сообщает сайт о Кувандык. А тем временем в Оренбурге около 100 спортсменов из Базулука, Новотроицка, Кувандыка, Оренбурга и Уфы приняли участие в соревнованиях. На пьедестале победители – кувандыцкие тяжелоатлеты. 30 декабря по 10 февраля следующего года проводится областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти». Дом пионеров и школьников приглашает учащихся Кувандыцкого городского округа, учащихся художественных школ, студий, кружков творческих объединений дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 лет. Безопасность на зимней дороге. Под таким названием проводится профилактическое мероприятие детского дорожно-транспортного травматизма. Для обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных зимних каникул с 21 декабря по 21 января на территории Кувандыцкого городского округа сотрудники ТПС усилят контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения в районе пешеходных переходов, расположенных в местах массового притяжения детей и подростков, сообщает сайт о Кувандык. В преддверии Нового года дети пишут письма или загадывают желания. Этот праздник они ждут особенно. 23 декабря Дед Мороз поздравил в комплексном центре социального обслуживания населения Кувандыка первых ребятишек. Как проходило мероприятие, смотрите далее. В конце декабря наступает самый долгожданный, красивый и сказочный праздник – приход Деда Мороза с мешком и волшебная сказка для детей, песни, стихи и загадки. Новогоднее настроение, наряженная елка и, конечно, подарки – это главный атрибут детского утренника. Письма, желания и ожидания чуда. Ты ждала Новый год Деда Мороза? Да, жду каждый день Деда Мороза. Я письмо не писала, я желание загадываю. Я писала письмо, что хочу косметику. Письма я буду писать о ней. Сегодня, да? А ты вот сегодня получил подарок от Деда Мороза. Какие у тебя ощущения? С этим. Девять детишек получили долгожданные сладкие подарки от Деда Мороза в подарочной новогодней упаковке в виде одной большой конфеты. Весь наш коллектив поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем, ну, прежде всего, конечно, здоровья. Здоровья, удачи, везения. Ну, и продолжать творить добро. Лилия Обязова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Новогодние и рождественские праздники. Кувандычане используют фейерверки, петарды, хлопушки и бенгальские огни. В целях предупреждения пожаров старший инспектор Ольга Родионова напомнила, как правильно использовать пиротехнические изделия. Не только под Новый год, но и все праздничные каникулы люди зажигают фейерверки. Однако важно думать не только о радости, но и о безопасности, чтобы не допускать трагических исходов праздника. Для этого есть несколько основных правил безопасности при использовании пиротехники. Перед применением бытовых пиротехнических изделий никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию. Помните, что даже самое на вид знакомое и обычное пиротехническое изделие может иметь свои особенности. Фитиль следует держать на расстоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться на расстоянии не менее 20 метров, то есть за пределами опасной зоны. Категорически запрещается держать работающее пиротехническое изделие в руках, наклоняться над работающим пиротехническим изделием. В помещениях и в направлении людей запрещается производить запуск изделий. Ёлку необходимо устанавливать на устойчивое основание, не допускать эксплуатацию неисправных гирлянд. Лилия Обязова, Артур Камалудинов, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Традиционно к Новому году на площади Ленина появляются ледовый городок и нарядная новогодняя ёлка, которые создают новогоднее настроение жителям Кувандыка. Как собирается ледовый городок и какую ёлку предпочитают кувандычане, смотрите далее. Топором и шпателем создаёт Александр скульптуру из снега, а затем художник берёт в руки баллончик с краской и превращает зимние белые фигурки в яркие цветные образы – Дед Мороз, Снегурочка, Мышь и Бык. Идею для своих работ Александр придумывает сам. Это его 13-й ледовый городок в Кувандыке. Очень большое значение имеется, что это снег, а не лёд. То есть задумка может быть большая, если со льда. Со снега большого разбега, как его произвести, нету, потому что снег, он такой мягкий, и стараюсь как можно проще, как можно, чтобы он объёмнее был, потому что не развалился, не рассыпался просто. Топором основную форму придал снегу, смотрит форму вроде соответствует тому животному или тому снегурочному деду Морозу, и уже подрабатываешь шпателем. А потом кистью как по снегу возить, это всё наносится только аэрозольными баллончиками. До пяти баллончиков уходит на одну фигуру, и через несколько часов на площади Ленина появились красочные скульптуры. С начала декабря работники организации тепловодоремонта начинают подготовку. Заготавливают ледяные блоки для городской ёлки. На это уходит около недели. Толщина льда должна составлять до 30 сантиметров. Если толщина позволяет, то чистим снег, и размечаем, и начинаем пилить. Правда холодно, но костёр жгём, греемся, пилы замерзают, тоже греем, пилим. С щипцами утаскиваем, баграми, на берег. На берегу их уже размечаем по кубикам и пилим кубиками. Затем всё это грузится в телегу и отвозится на площадь. Первым делом начинают возводить стену изо льда. А тем временем на территории организации собирается ёлочный каркас. В ячейки сетки вставляют пучки сосновых веток и дополнительно фиксируют с помощью проволоки. Работа очень трудоёмкая. Что шаль вязать, что ёлку собирать, говорит Юрий. Готовый ёлочный каркас устанавливают на основании на площади Ленина и закрепляют стяжками. Некоторые занимаются щитами, которые готовим под фигуры снежные. Заготовку ставим, собираем щиты. Заготовку снега делаем тоже. В этот момент, в этом году, у нас просто не было снега. Мы его тоже собирали везде понемножку. Где-то на льду, на стадионах тоже собирали, на асфальте, где чистый лед. В ледовом городке собирают горку для детей. Она делается полностью из снега, а затем обкладывается льдом. Ледяные кубики также необходимы для основания ёлки. Последний штрих – это украшение зимней красавицы – гирлянды, игрушки, мишура. Её высота – 11 метров. Просьба всем родителям, чьи дети здесь находятся, что, во всяком случае, не позволяли. Некоторые разы здесь даже в присутствии родителей дети пинают фигурки, пытаются залезть на них, что-то отломать, что-то почертить. Строительство зимнего городка подошло к концу. Один из символов Нового года – ёлка. Уже наряжена. Мы решили спросить у жителей Кувандыка, какую ёлку они в доме предпочитают. – Новогоднюю ёлку ставили вы уже? – Да. – А какую поставили? – Настоящую, живую. – А почему предпочитаете живую ёлку? – Ну, не знаю, запах, атмосфера. – Нет, ещё не готовились. – И ёлку даже не ставили? – Нет, ещё не ставили. – А какую больше предпочитаете, живую или искусственную? – Живую ёлку, чтобы она пахла. – Две ёлки, искусственная и настоящая. Ну, маленькая искусственная и большая настоящая. – А больше всё-таки у вас душа какой ёлки лежит? – Настоящая, конечно. – Почему? Она пахнет как-то, от нее больше, как сказать, атмосфера лучше. А елку какую поставили? Искусственную. Искусственную? А тебе больше какая нравится? Искусственная или живая? Живая. К новогоднему празднику мы подготовились, ну, как символически просто. Купили елочку красивую, вот теперь будем разукрашивать. У нас родится семья, мы разукрашиваем полностью елочку. Ну и на новогодний вечер мы подготавливаем программу своя у нас есть, чтобы было интересно, весело детям, нам самим, чтобы было весело. Лилия Обязова, Артур Камалудинов, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Рыболовный рай. Всегда свежая наживка. Мотыля пара живец. Также термобелье, палатки, санки, лыжи и удочки. Новый зимний ассортимент прикормки. Куванды, Кульца Советская, 2, Торговый дом Купец. Телефон 8987-201-3448. На сегодня это все. Это были новости Кумандыка на ЮТВ. А заключительный новогодний выпуск смотрите 31 декабря в 18.55. С вами была Лилия Обязова. С наступающим Новым годом и оставайтесь на ЮТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин